Лучше позже. Спустя 30 лет в Харьковской области все же завершился ремонт бассейна для юных спортсменов. И он уже принимает первых пловцов. У кого теперь есть шанс завоевать медали? Видели мои коллеги. Герман Гаража в этом бассейне занимается 4 года. Показывает свои награды. Победил на всюукраинской спартакеаде для детей, поверь в себя. Мечтает стать мастером спорта по плаванию. Это дедушка меня повел в плавание. Я уже 4 года занимаюсь плаванием. Добиться еще быстрее, быть на 2 секунды. Начинаю открыть и тогда я становлюсь на спортом. Дедушка юного спортсмена говорит, у внука хорошая способность и уверен, что есть шансы попасть на Паралимпиаду. Успехи явные. Даже не верится. Думаю, что он добьется своей мечты. Хотелось бы ему стать. Ну, чтобы попасть хотя бы на Ленинградский. Последние полтора года бассейн не работал. Здесь шла реконструкция. Спортсмены-плавцы тренировались в спортзале. Вообще не плавали. Вся область удивлялась. Почему? Как мы можем выступать на соревнованиях, не имея плавательной базы? Мы выступали и занимали призовые места. На технику работали в зале. Имитационные упражнения. Сила, выносливость. И вот работы завершились. До этого бассейн не ремонтировался 30 лет. Реконструкцию провели за средства из государственного и местного бюджетов. Всего 32 миллиона гривен. Шесть дорожек, 25 метров и сьогодні 120 детей могут пользоваться безкоштовно, найсучаснейшей инфраструктурой. Мы уже закончили ремонт в бассейне, там, в фитнес-залі. Також плануємо завершити цього року ремонти в зале боротьбы, в зале атлетики и в великому спортивному зале. Дети будут заниматься футболом и легкою атлетикой. Цього року еще выделено 7 миллионов гривен для того, чтобы завершить все работы. Реконструкцию всего спорткомплекса ДЮС США обещают закончить к концу года. Здесь могут бесплатно заниматься жители нескольких районов области. Александр Яновский, Светлана Шикера. Подробности телеканал Интер. Харьковская область.